всем привет всем привет надо было хором сказать мы сегодня в машине сидим да мы всегда машине сидим сегодня мы начали влог почему потому что на улице дует очень сильный ветер и подкапывает дождь и как бы ну там снимать не получится точнее получится мы будем снимать там будет в общем я долго вынашивала такую идею делать себе ноготочки самой у меня уже ногти отросли чтобы ни с кем не состыковываться ни с кем не встречаться полдня на это не убивать в общем ну полдня придется все равно убивать да можно отвлечься там на что-то да там если ноготь не доделал завтра доделаешь спать захотел все до свидания то есть ну нет можно да действительно самому удобно вот в самой смысле удобно да как бы там сделать мне кажется хоть можно хоть каждый день делать так не нравится чик-чик подделал так здесь можно маленько знаешь подделать надо пока все не отвалилось надо ехать надо договариваться в этот день не получается у тебя или там еще у кого в итоге я бы уже неделю назад еще ногти бы переделала если бы сама делала а так надо ждать в общем решила я купить аппарат для маникюра и педикюра и педикюра лампу и все вот эти вот штучки бомбасы нужны да очень много на самом деле девчонок сами делают себе ногти и как бы я думаю что я тоже с этим справлюсь я короче теперь в этом даже маленькая шарю знаете почему потому что когда вопрос встал какой выбрать аппарат для маникюра педикюра вот это дрель какой выбрать дрель все это говорит давай вместе ну поможешь мне выбрать все такие штуки выбирают у нас коня поэтому я обратилась к нему за помощью пришлось короче проникнуться в эту тему понять как это вообще что для чего что для этого нужно и как там всякие китайские не китайские я сделал вывод что короче ну много кто там пишет типа да там можно там за рубль купить чего-нибудь ну я понял что за рубль на вряд ли она будет нормально адекватно работать это так ну грубо говоря знаете как я не знаю с чем даже сравнить китайское фуфло просто и все вот поэтому ну все в китае делается ну китай тоже китаю рознь вот и мы решили взять ну такой для домашнего использования то есть не не для салона до для салона там но если смотря опять же какой салон и сколько денег на это тоже далеко все зарабатывать домашнего использования полемина смотрел до такой чтобы был недорогой и чтобы он знаете-ка она как пилится чтобы он не останавливался и обороты не падали тоже сопротивление вот звонишь она обычно же девушки продают звонишь спрашиваешь у него характеристики они не знают короче они знают что на коробочке написано до глубже но вкопнуть если то но нет они не знают ну вот поэтому мы приехали сейчас магазин в принципе я нашел классный такой магазин нашел представляете где можно все это купить вот нашел важный оборот не заморачивалась ну он в принципе не прикольный мне понравился на его к сожалению здесь нет в этом магазине можно заказать его было на вайл берез и либо на озон но на озоне и на вал берез я смотрю там цене просто можно его же купить за 2000 за полторы а вообще он стоит как бы но в среднем стоит 5500 да как бы подделки вот но я так понимаю да это какие-то подделки китайские потому что пишут люди вот я сколько за них отзывов читал это профессиональная техника ну просто для домашнего использования техника профессиональная вот я читал как бы ну все в принципе у нас устраивается нормально а люди пишут типа на вал берез вот которые за полторы за 2000 вот такие вот вроде такой же все напишут отзывы что типа там сломалась ручка отвалилась это здесь думаю что за фигня где бы я не читал отзывы но в других местах где он стоит нормально денег все пишут что типа классный аппарат вообще типа там ну люди даже кто-то ими клиентов принимаете по по 4 по 5 человек в день вообще в легкую везет то есть стоит аппарат но я такой думаю ну вот вот пожалуйста и много таких отзывов а вот именно на вал березе или на озоне я смотрел там почему-то вот так на этом не отзывов тоже нету там что 5 отзывов я так понимаю это подделки в общем мы пошли в магазин сейчас если что-то купим то покажем что взяли в общем мы в магазине знаете сколько пробыли где-то наверное 22 часа точно на нет больше я думаю несколько часов мы там пробыли даже на часа 3 мы пробыли в магазине представляете вот мы как засняли да и вот с тех пор прошло три часа как мы были в магазине ну примерно опять же примерно в принципе можно еще посмотреть когда мы записывали первое видео и когда мы не писать вот ну не суть короче у нас уже солнышко уже нет дождя нет лучших ветра и не ветер есть в общем мы все купили купили целых два пакета сейчас мы приедем домой и ну и света там уже подробно он все объяснит потому что я единственная только из техники понял да чё к чему всякие там баночки лаки там палки какие-то но это уже я не знаю там где там в общем все расскажет и покажет я думаю что света довольна до едем домой буду теперь сама себе ногти делать сегодня и начну завтра закончу подделаешь да там тоже мне маленько на росте же меня там найти покруглее что ли что были дайте потом мы приехали домой ну как видно в принципе ну и вот наши все покупки вот бур машина машинка для маникюра и педикюра 65 ватт 35000 оборотов мы хотели купить другую но там было просто два раза дешевле и несколько раз слабее по мощности да там было 30 ватт это 65 ватта 30 ну это у меня легенькая а у них и дать даже ездит а это легенькая у нее которая ручка сама который работать короче потом нам нам кстати за того что мы столько всего купили нам вот лампа еще нам на нее сделали скидку 40 процентов вставляете я думал наши скажет я вам сделаю скидку знаешь чем 5 процентов там чем 10 но я так думал от как говорит 40 это кудуму вот не сначала думал на я смотрел лампа сколько стоит на такой думал мне подешевле видел думаю сам скажет скидка там на чем 5 процентов на я в принципе так и думал думаю ну я даже не стал вникать она когда сказала 40 такой так так сразу начал вникать такой так что там сколько цена так ага надо отнять посчитать ага да получается это хорошие и риски ну получается уже да интересно это куда мы руда стоит тогда взять ну и света решила разные здесь штучки я думаю это не совсем интересно тут лаки разные вот кстати чё я там снимаю это это насадки эти в станок этот вот такая еще есть представляете для чего надеюсь такая мощь нужно это вот снимать вот этот лак гель-лак фига она там можно и даже знаешь что по дому пилить ну в общем буду я сегодня коля уйдет на работу ну скоро уже кстати да мы просто представляете в магазине да столько времени пробыли офигеть просто а я буду пробовать себе что-то делать с ногтями не знаю буду до утра наверное сидеть коля домой придет вместе спать ляжем не ну главное что было видишь ну чтобы тебе было интересно правильно чтобы никуда уже не ездить дома можно и маникюрчик такой какой-то да даже я себе могу ног этом чем чик чик подпилить там ну чтобы красивенько приятненько было то есть да по времени занимает конечно много проще как дома все есть там если что-то обломилась до приехал домой сразу чуть-чик подпилил там сделал сделал сделала я так разок попробую чем интересно просто и все я чудо мышь буду ногти подпилилась нет конечно но собственно вот такая у нас получилось сегодня закупочка для света видишь тут всяких смотри всяких вот это что-то тут какой-то вот лак вот какая-то тут машинка у нас если что вот ирис zt radian p30905 ну кому-нибудь если интересно там посмотреть характеристики там всякие покупали мы его в официальном магазине нормально то есть не где-то там что-то произойдет можно вернуть без проблем то есть вот на озоне там по-моему нельзя было вернуть насколько ну и там почему-то ценники другие намного дешевле я думаю что это китайская какая-то фигня это тоже китайская но она нормальная китайская да тоже китайская но с гарантией совсем все как надо все ну и за нее люди говорят что как бы хорошие то есть и мастера берут себе то есть чтобы пользоваться прям то есть мы принципе я думаю свете она понравится знаете что мы сейчас делаем мы мы уже испытываем машинку на моей ноге в общем там были пилочки такие ну грубые как наждачка короче вот ай больно подожди нагрелась вот и ну мозоли на пальцах есть там небольшие решили попробовать потом под убрать и да почему мы не мозоль такая как бы штука что можно под убрать и да и все как бы ну на ней попробовать так сказать поэтому решили пробовать на мне цвета в общем пробует сначала я пробовал маленько потом света решил пробовать потому что нам не неудобно самому будем вот так вот играться теперь мы уже садимся кушать попилили пятки ну мы так сказать испробовали машинку правильно как она вообще работает вообще классно мне понравилось в руке удобно лежит не тяжелая как с ней работать как она вообще перед мы сразу ее видите ну как бы прямо краш-тест да сразу для него сделали поэтому ну собственно вот не попробовали на принципе понравилось я тут далеко ничего не убираю потому что мы сейчас покушаем коля уйдет на работу я сразу начну себе делать страшно конечно первый раз лампа есть машинка есть если что не так заново 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 и все так и сделаешь к себе в принципе все купила что нужно поэтому я вроде бы все купила вроде бы ничего не забыла поэтому надеюсь что все получится хорошо я сейчас хочу подогреть чайник пока видео снимается чайник не греется потому что будет шуметь и вам ничего слышно не будет поэтому ради вас я не грею пока чайник поэтому выключаемся более будет греть чайник сейчас я погрею себе поесть это себе греет первое потому что у нее греется мама она не любит такой горячий как я я люблю так чтобы кипело там все коль оставит просто на полдня микроволновка занята у нас микроволновка плохая но на смысле мы брали она была на тот момент самая типа крутая мы ее брали 8 лет назад она до сих пор 8 лет назад мы брали что время 10 тысяч она была ну самая самая там самая дорогущая вот в итоге мы пользуемся одной кнопкой на ней кнопкой одной вот по 30 секунд знаете добавлять все больше ничего не разморозить еще она почему-то у нас перестала греть со временем и она ну вот мне чтобы подогреть допустим да здесь чтобы вот сыр начал плавиться да смотрите какая вкусняшка надо где-то четыре минуты три с половиной четыре минуты ладно хотя бы так работает ну да она же работает они со временем почему помнишь ее в ремонт отдавали как-то раз а после ремонта что-то вообще все поковырялись в ней все видимо сломали элементом что-то вот как раз потом который и греет и она у нас тут булочки стоят я их никуда не убираю скажу прикол я вчера надо струбрать в холодильник потому что ну булочки классные я перед работе съем я вчера съел поел суп да тут же они картошку с мясом вот сверху съел булочку потом прошло где-то минута на 5 я пошел съел еще одну булочку и потом я пошел съел уже короче все лиги спать и я пошел еще булочку скину понравились прикольные единственно кто вот это вы а нет не высоко она короче надо чтобы булочки прям полностью полностью остыли а вот этот вот там сам как крем хотел рассказать глазурь и и надо охлаждать полностью тоже в холодильнике но не при комнатной температуре в холодильнике тогда вообще классно будет подчерпать если чё ложечка и поесть булочку полить я смотрю коля тут уже все исчерпал смотрите все в полосках вчера было это не засолчил такая она была ну как я не знаю как у спещёнка типа такая была группа консистенция но кстати возможно просто высохла она же не под пленкой видишь да да вот смотри вот здесь под пленкой там жидко я вот ей просто вчера подчерпал такую булку поливал и ел главное что вкусно что можно полить если бы она была не вкусная было бы печально булочки убрать потому что они здесь теплее скопятся я с работы приду не смогу съесть булочки получились просто классные если что там на цветный рецепт спрашиваете она напишет я уже там написала под видео написала короче кто хочет приготовьте булки вот огонь всем понравится сто процентов время у нас уже 10 часов вечера без десяти я все это время делала себе маникюр на левой руке сейчас покажу как получилось вот такие вот ноготочки я думаю что для первого раза неплохо но все дело в том что это левая рука и делала я ее правой а теперь у меня еще есть правая рука который нужно как-то сделать левой это наверное займет больше времени но не наверное точно я уверена поэтому я сегодня начну и наверное завтра буду уже заканчивать посмотрим до ночи точно не хочу сидеть чтобы завтра полдня не проспать я сделала маникюр на двух руках сегодня время 12 часов на этой руке сделала тоже хорошо к моему удивлению и сделала быстрее на один час не знаю как так получилось ну в общем вот у нас макс уже спит я думаю что я сейчас тут все приберу на столе и тоже продолжится спать возле меня кстати код спит смотрите в общем я буду заканчивать уже это видео пойду тоже ложится спать подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите комментарии всем пока